В Днепре сбежал за границу один из участников перестрелки, которая произошла на прошлой неделе. Об этом заявляют активисты, в то же время в полиции уверяют, его просто перевели в другую больницу. Все подробности у Елены Миндалюк. Из больницы Мечникова Давида Калашникова скорую увезла вчера утром. Знали об этом немногие. Врачи, правоохранители родные. Именно они, уверяют медики, и забрали пациента. Дескать, захотели, чтобы он лечился в другой клинике. Хотя ранее претензии к врачам этой лечебнице не предъявляли. Во время перестрелки Калашников получил несколько ранений, самое серьезное в живот. Но медики отпустили пациента без возражений. Бригада медической допомоги, он был транспортирован в инженеральный заклад. Охрана, полиция, которая была при нем, никаких перешкодов не делала. Потому что, из их слов, пациенту не выставлено никакое обвинение. Активисты называют это побегом. Давид Калашников, гражданин Израиля, скорее всего, именно туда и увезли его родные. Якобы лечиться. На самом деле, это прекрасная возможность остаться в Израиле, чтобы избежать наказания в Украине. Но самое удивительное, правоохранители спокойно отпустили Калашникова. Хотя уже точно известно, что он участвовал в перестрелке на проспекте Гагарина и был среди нападавших. Об этом во время допросов сообщили и свидетели, и пострадавшие. Были и первоначальные заявления того же Саакяна и других лиц, из которых на этих лиц прямо указывалось, как на участников этой всей встречи и непосредственно на участников перестрелки. Ответственность кто-то должен понести из работников полиции. В полиции ничего предусмотрительного в том, что Калашников покинул больницу, не видят. И беглецом его не считают. Никакого статуса в криминальном проведении он не имеет. Сейчас у нас официально двое людей, подозреваемые в состоянии криминального правопорушения и находятся под вартою. Поэтому он имеет право свободно переселиться. Сейчас, насколько нам известно, он находится в другой лекаре. Правоохранители едва ли не каждый день отчитываются о том, как ведется расследование. Но за неделю так и не смогли определить статус Калашникова и еще одного участника перестрелки. И, видимо, это не случайно предполагают активисты. Ведь чем меньше в деле фигурантов, тем проще вести следствие. Все это дело, судя по всему, спускают на тормозах. Непонятно по каким причинам, кто в этом заинтересован, почему, если это рядовой экономический конфликт, как заявляют, в том числе в областной полиции Днепропетровской области. Но его спускают на тормозах. Помимо Калашникова до сих пор не определен статус еще одного участника вооруженного конфликта Давида Побиллера. Сейчас он находится в той же больнице Мечникова. Во время перестрелки получил ранение ног. Пока официально задержанными считаются двое. Александр Лакиза и Станислав Ельчишев. Они тоже были ранены. На днях обоих перевели из лечебницы в СИЗО. Елена Медалюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.